В Закоту имени Жангирхана завершилась зимняя спартакиада Денсаулок-2024. В традиционном спортивном мероприятии приняли участие более 200 человек. Сотрудники и преподаватели соревновались в более 10 видах спорта. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и создание позитивной спортивной атмосферы в университете. В традиционной зимней спартакиаде приняли участие более 200 человек в составе 7 команд, состоящих из преподавателей и сотрудников Закоту имени Жангирхана. Соревнования проходили по 12 видам спорта. Особенность этой ежегодной спартакиады от других в том, что впервые прошли соревнования по АСАГАТУ, отмечает проректор Закоту имени Жангирхана Ахлбек Султанов. И мы как видим, что наши преподаватели и сотрудники тоже показали хорошие результаты. А виды спорта – это футзал, это настольный теннис, это волейбол, баскетбол, это веселые старты. В спартакиаде приняли более 200 сотрудников. Мы даже видим, что участие принимали даже дети наших сотрудников, которые были болельщиками своих родителей. В стенах Закоту имени Жангирхана были награждены лучшие команды и спортсмены, участвовавшие в соревнованиях. Каждая игра проходила в соответствии с установленными правилами. Преподаватели университета продемонстрировали, что они способны объединить усилия не только в процессе обучения, но и в командных спортивных мероприятиях. Я много лет работаю в УЗИ, 45 лет. И почти каждый год участвую. И мы ждем эту Олимпиаду. Ждем, потому что она дает нам оптимизм, здоровье. Мне хочется пожелать всем участникам этой спартакиады дальнейших успехов в совершенствовании спортивных достижений. В результате спартакиады в командном зачете победу одержала команда Института экономики, информационных технологий и профессионального образования. Второе и третье места заняли сборная административного отдела и сборная отдела безопасности и правопорядка. Также были награждены команды-призеры и лучшие игроки по каждому виду спорта. Амина Максотова, Марлен Искалиев, Эмур Аджагапар, Телеканал ТДК-42.